добрый день значит меня зовут андрей ревнив сегодня мы с вами будем разговаривать о трудозатратах я специально сделал отдельный вебинар по трудозатратам принципе там нет ничего сложного сложность за исключением за исключением того что для отражения трудозатрат по производству недостаточно знания под собственно под система производства для того чтобы отразить трудозатраты для того чтобы эти трудозатраты появились в себе стоимости нам необходимо будет сделать ряд действий в подсистеме кадры в подсистеме заработной платы а вот и вот эти вот моменты они иногда вызывают определенные сложности собственно говоря для того чтобы вот пройтись по всем этапам связанным с оформлением трудозатрат и этот вебинар мы и проводим значит сейчас я как обычно перейду на демо версию программы напоминаю я периодически буду заглядывать сюда и смотреть какие вопросы вы задаете по мере возможности буду отвечать ну и в конце занятия просмотрю все так ну что запускаю трансляцию во первых первый вопрос который всегда задают на всякий случай работаем версии 257 150 так что мы с вами будем делать у нас есть организация использовать мы с вами я думаю будем организацию альтаир у нас есть соответствующий цех ну видимо будем использовать вот этот цех номер 01 а вот он у нас будет исключительно для альтаира и что мы с вами будем производить давайте посмотрим ресурсную спецификацию у нас есть полка деревянная расходуется какой-то материал так трудозатрат здесь нету вот этот давайте посмотрим тут тоже нету так хорошо тогда давайте мы с вами наверно оттолкнемся оттолкнемся вот от этой полки деревянной и попробуем сделать эту самую полку но уже с использованием трудозатрат значит первая часть она будет достаточно стандартной те кто был на моих вебинарах вы все это видели не один раз повторение мать учения давайте значит создаем новую скопируем скопируем ресурсную спецификацию выпускать будем полку деревянную одну штуку используем древесину производственный процесс у нас включает сборку которая у нас будет происходить вот в этом цеху цех номер 01 а расшифровывать мы сборку не будем все остается так как есть и мы с вами добавляем трудозатраты вот так трудозатраты значит добавляем какие-то трудозатраты сейчас у нас предположим вот эти вот трудозатраты есть там предположим есть распиловка и шлифовка есть сборка вот но давайте чтобы не было интереснее мы что-нибудь сюда еще добавим пока посмотрим справочник и добавим покраску ну тут есть малярная работа ну давайте мы сделаем свое и так покраска значит вот здесь смотрите какая ситуация во первых мы можем указать квалификационный разряд в том случае если у нас эта сетка используется не обязательно вот мы показываем но вот это если она используется указание вот это вот разряда она повлияет на расчет стоимости работы вот это вот единица измерения значит здесь вы можете использовать любую единицу измерения но любую единицу измерения надо будет пересчитать в часы либо мы сразу же можем указать час в этом случае пересчет не будет необходим и мы можем указать расценки это регистр сведений расценки у нас будут действовать с 1 12 ну и давайте покажем что для квалификационного разряда 3 у нас расценка 200 рублей 200 рублей в час на покраску естественно мы потом можем это будем сможем эту расценку поменять с какого-то числа ввести новую ну вот в принципе сделали и указываем здесь количество этих работ я везде поставлю 0 5 то есть полчаса в минутах увы указываем в часах и статью калькуляции но у нас есть статья калькуляции зарплата и и указываем значит эта статья калькуляции должна относиться к типу оплаты труда но как вы знаете статья калькуляции она нам нужна только для структуры себе стоимости но еще там нескольких местах она не особо влияет на учет и так мы сделали ресурсную спецификацию установили статус действует записать и закрыть то что мы сделал того что мы сделали вполне достаточно для того чтобы запустить процесс производства давайте мы это сделаем создадим заказ на производство это у нас будет альтаир подразделение диспетчер тот же самый цех добавляем полку деревянную количество ну давайте поставим пять штук спецификация та которая нам нужна и в качестве склада получателя давайте возьмем основной склад запускаем производства этот заказ идем в управление очередью заказов и мы с вами теперь в этой очереди заказов для вот этого вот заказа который номер 8 мы можем сформировать этапы производства этапы сформировались некорректно давайте посмотрим что там не так с этапом склад не проставился давайте мы используем склад альтаира ну как вы видите все нормально мы в принципе можем передать к выполнению и вот здесь у нас вот на в этот момент возникает следующая проблема давайте еще раз открою этап и вы видите что мы должны будем здесь указать трудозатраты и нам надо будет указать исполнителя исполнителя вот тут у нас возникает вопрос связанный с использованием под системе кадров так давайте посмотрим что там с вопросом уже что-то возникло если единицу изменения работ указать 100 штук ну можно конечно работу указать в штуках вот но все равно потом придется пересчитать часы так значит что такое исполнитель исполнитель это либо бригада либо конкретный человек который участвует в процессе производства и который выполнял данную работу которому надо за эту работу заплатить бригаду мы можем задать вот здесь у нас есть справочник бригады вот давайте мы с вами в цехе а01 зададим бригаду ну у нас одна уже есть ну давайте я сделаю еще одну в принципе ничего такого странного страшного да у нас это будет просто бригада 2 вот и все значит как вы видите с бригадой у нас не особо чего связано бригада привязана к организации к подразделению но не более того а вот никакого состава бригады нет состав бригады будет определяться позднее уже при оформлении выработки с людьми чуть чуть сложнее давайте во первых я покажу вам настройку подразделения вот здесь у нас есть закладку учет работы сотрудников и есть три варианта значит если стоит работники то значит исполнителям можно указать только конкретного человека если бригада то исполнителем указывается только бригада если бригада работники то и так и так но работники будут нужны в любом случае ну и соответственно вот это вот это логика распределения внутри бригады значит она может быть различной у нас стоит к то ну давайте пока это оставим значит что нам надо сделать для того чтобы люди у нас появились значит вот здесь как раз возникает необходимость вторгнуться в сферу ответственности кадров итак идем под систему кадры и первое что нас будет интересовать должности должности значит вот я для демонстрации создал должность столяр давайте посмотрим что я здесь указывал значит указывал тарифную группу указывал разряд значит перечень разрядов он стандартный а вот в тарифной группе мы как раз этот перечень можем и задать с указанием каких-то тарифных ставок но нам они на самом деле не понадобятся и мы указываем что размеры тарифов могут указываться как рубля в рублях так и привязки к базовому тарифу то есть задаем некие повышающие или понижающие коэффициенты так значит здесь мы ничего менять не будем и так значит можете себе пометить первое должность вот действия которые я сейчас показываю это кстати говоря те самые действия которые приходится выполнять в том случае если вы стоите сдаете экзамен по управлению производством по подсистеме производства в 1СРП и так первое мы вводим в должность второе мы вводим штатное расписание причем вот здесь вы должны понимать следующий момент смотрите я сейчас открою штатное расписание у меня в принципе оно уже есть для Альтаира у нас предусмотрена должность предусмотрена должность столяр да у меня этих должностей две две и эти должности они относятся к подразделению и к их подразделению к одному подразделению и к другому подразделению да они могут называться одинаково но они могут быть различны вот эту вот разницу вы должны понимать значит чтобы было еще понятнее давайте я значит вот что я сделаю я вот это вот подразделение чуть-чуть поменяю чтобы вы не думали что это одно и то же напишу что здесь кадры да дело в том что может быть это не очень удачно но программа использует понятия подразделения и подразделения организации периодически вот эти вот подразделения они немножко путаются если вы вот здесь смотрите в структуре предприятия это просто подразделение а если вы залезаете в организацию так и смотрите ну например вот здесь то вы здесь видите другую структуру то есть с регламентированы то есть с точки зрения регучета с точки зрения управлянического учета структуры могут быть различные и вот в штатном расписании мы учитываем и то и другое то есть здесь мы указываем как подразделение с точки зрения регламентированного учета так и подразделение с точки зрения управленческих задач вот такая вот сложность понятно так ну какие то вопросы давайте в конце с вами попробуем разобрать так так значит что мы указываем в позицию штатного расписания мы указываем подразделение подразделение и то и то указываем должность вот это вот все три позиции мы заполняем наименование у нас сформируется указываем график работы ну это там стандартно можем оставить пятидневку и то есть это уже чисто кадровые игрушки мы туда лезть не будем и указываем количество единиц у меня был два я сейчас делаю четыре указываем тарифную группу разряд и значит самое главное указываем из чего складывается зарплата значит в типовой версии типовой версии у нас уже давайте вот так вот покажу когда вы будете там добавлять этих может быть несколько способов начисления да у вас будет вот такой перечень и часть вариантов расчета у вас уже будет доступна нас будет интересовать вот это сдельный заработок по выработке его вы и берете или делаете свой если вы делаете свой вам что нужно вам нужно добавить соответствующий показатель здесь есть предустановленный вариант сдельный заработок вот его указываете и все и там наименование какое-то для способа начисления записать и закрыть все больше здесь ничего делать не надо то есть для кадровиков здесь есть дополнительные возможности но с точки зрения производства здесь больше ничего не нужно ну я буду использовать то что уже задал то есть так давайте так то есть сдельный заработок по выработке но если вы посмотрите вы увидите что здесь вот та же самая формула и предусмотрен так так ну в общем то все я количество единиц утвердил записать и закрыть вот это вот два кадровых НСА которые мы должны сделать это должность и это позиция штатного расписания дальше что еще нам нужно сделать нам нужно принять вот этих вот людей на работу достаточно простая задача у нас под системе кадров есть рабочее место работа с кадрами и здесь есть диперсок новый сотрудник указываем нашу организацию указываем сотрудника Андреев Андрей Андреевич и нажимаем принять на работу да записать и продолжить указываем должность на которую мы его принимаем и дату ставим на начало периода чтобы у нас ничего не попало ну как бы вот сотрудник есть добавляем еще одного сотрудника тоже для Альтаира Борисов Борис Борисович то же самое принять на работу Столяр первое первое ну вот так все сделали значит еще раз напоминаю для того чтобы ввести необходимые НСИ для отражения выработки нам необходимо указать должность ввести должность штатное расписание оформить прием на работу сотрудников вот три действия теперь мы собственно можем перейти к отражению производства но это много времени не займет стартуем производство не заполнена колонка дата сегодня поставим отгрузить оформим передачу материалов и отмечаем трудозатраты ну везде ставим выработку и указываем исполнителя давайте у нас распиловкой будет заниматься андреев шлифовкой будет заниматься борисов а сборку они будут делать бригады значит обратите внимание вот здесь есть переключатель работники бригады если мы ставим на бригады нам будет доступна бригада соответствующая ну как бы все мы ответили отметили что выработку мы отметили выработку и теперь мы можем закрыть этап у нас появляется выпуск проводим этап завершающей стадии и оформляем передачу выпущенной продукции производство завершено в принципе мы теперь можем провести закрытие месяца и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, на самом деле, я даже могу... Давайте распределение затрат и расчет себестоимости она пусть сделает. Продолжение следует... Что мы можем сделать для того, чтобы у нас включились трудозатраты в структуру себестоимости? Где она делается? Производство, выработка сотрудников. Обратите внимание, у нас уже что-то к оформлению есть. Давайте попробуем это сделать. Значит, смотрите, выработка идет по бригаде. За ноябрь месяц указали бригаду, коэффициент трудового участия будет участвовать в распределении. Выполнена работа сборка и покраска. Еще две работы есть. Они привязаны к конкретным уже сотрудникам. И последняя закладочка предполагает распределение этой суммы по работникам. Вот здесь нужно пояснение. Дело в том, что жесткой структуры бригады сейчас в ДНС и РП нет. И работников, которые участвуют в бригаде, вам надо будет подбирать. Вот. КТО вот здесь вот можете с ним поиграть. Ну, в любом случае, КТО выдает все значения, о которых мы говорили с вами. Так. Значит, ну что, в принципе, здесь мы уже все оформили. Давайте вот эту вот выработку я проведу. И теперь мне еще нужно выработку по отдельным сотрудникам создать. Так. Это то, что... Ну, собственно говоря, программа по отдельным сотрудникам мне уже, я вижу, создала. Вот он, Андрей Борисов. В принципе, комментариев тут никаких нету. Указывается ровно то, что они сделали. Значит, в принципе, выработка у нас есть. И теперь мы с вами можем закрыть период. Период должен закрыться без проблем. Перерассчитываем себестоимость. Теперь посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте пока считает, я посмотрю, есть ли вопросы. Нет, совершенно законный вопрос, Мария Анна, но нет, этого делать не придется, хотя, конечно, возможно и так. Значит, если мы с вами посмотрим, давайте откроем вот эту выработку, у нас здесь есть возможность заполнить по предыдущему составу. То есть, если раньше вы оформляли уже выработку по бригаде, то перечень, который был задан в прошлом периоде, он автоматически сюда перенесется. Но вы его сможете поправить. Так, давайте посмотрим, что программа нам насчитала. Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации. Давайте возьмем с сегодняшнего дня, чтобы старые данные не мешали. Так, а, ну да, конечно. Вот так. Значит, вот, смотрите, ситуация какая. Значит, включены работы, но работы включены только с количественной точки зрения. Денежного измерения здесь пока нет. У нас денежные измерения есть только по древесине. Почему? Потому что у нас не закончено оформление работы. Давайте мы это сделаем. Как это делается? Я уже сказал, что нам требуются документы из подсистемы кадров. Нам там потребуются два документа. Во-первых, то, что мы с вами оформили выработку, это мы как бы подтвердили в цехе, что вот эти вот работы сделаны сейчас, должен подключиться отдел кадров, и в отделе кадров мы должны сделать что? Начислить зарплаты и взносы. Зарплата, начисление зарплаты и взносов. В принципе, все достаточно просто. Делаем документ начисления зарплаты и взносов. Указываем период. Ноябрь. Указываем организацию Альтаир. И нажимаем заполнить. Вот у нас Андреев Борисов. Вот их сдельный заработок. По выработке. И вот тут еще, значит, что должно появиться. У нас взносы есть. Они добавляются сюда автоматом, в соответствии с теми процентами, которые были заданы. У нас есть еще, так, НДФЛ. Держания нету, есть НДФЛ, которые мы тоже должны начислить. Но это у вас все автоматически появится. Главное, сюда вот это вот должно перенестись. Так, и провести и закрыть. Мы делаем документ начисления зарплаты и взносов. Это та часть, которая относится к отделу кадров. И, наконец, третья часть, которая относится к финансам. Значит, третий документ, который нам нужно сделать, он доступен... Да, елки. Он доступен, во-первых, здесь. Значит, начисление зарплаты и взносов. Здесь есть пункт. Вот он, например. Неначисление зарплаты и взносов. Отражение зарплаты в финансовом учете. Отражение зарплаты в финансовом учете. Но, в принципе, к этому документу мы можем достучаться и вот здесь. Да, в подразделе доходы и расходы финансовый результат есть вот этот документ. Вот тот же самый. Та же самая ссылка. Создаем этот документ. Обратите внимание, программа будет по умолчанию вас откидывать в предыдущий месяц. Вот это вот, если вы текущим месяцем работаете, не забывайте исправлять. Указываем Альтаир. Заполнить. Есть начисление по цеху 01А. Значит, мы можем посмотреть. Ну, у нас тут объединяющие будут данные по всем сотрудникам, в том числе и по тем, по которым мы раньше оформляли. Значит, мы должны указать способ учета. В принципе, можем сделать вот так. Можем создать новый. Существуют разные способы отражения. В данном случае, на что надо обратить внимание при создании способа отражения. Если вы хотите, чтобы зарплата была включена в себестоимость, мы должны распределить на производство. Вот это вот важно. Вообще, возможно, у нас какие варианты? Возможно. Возможно, у нас какие варианты? Мы можем отразить на статью расходов, то есть на финансовый результат, по сути дела. Или распределить на производство. Распределить на производство можно пропорционально нормативной стоимости, пропорциональной длительности. Ну, мы оставили вот такой вот вариант, который я, собственно говоря, вот здесь и использую. Так. Всё. Значит, тут тоже будет NDFL. Провести и закрыть. И теперь давайте я перезакрою период. Не забываем, значит, перед закрытием периода очередным обязательно обновляйте перечень заданий. Провести и открытой. Продолжение следует... 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 Значит, еще вот какой момент хочу вам сказать. У нас стоит в плане еще один вебинар, на котором вопросы трудозатрат краешком будут зацеплены. Что я имею в виду? Вот смотрите, у нас здесь есть вебинарчик по следующей проблеме. Он будет в следующем декабре, он должен быть. Так, сейчас я найду. Значит, смотрите, вебинар будет на какую тему? У нас трудозатраты, они в принципе могут рассчитываться по формуле. Трудозатраты могут рассчитываться с использованием механизма параметризации. Механизм универсальный, поэтому и вебинар будет общий по всем вариантам, которые там возможны. Соответственно, кому этот момент интересен, кто планирует это использовать, приходите на данный вебинар. Там, значит, я покажу, как мы можем действовать, покажу формулы, которые применяются. Вот такая дополнительная возможность есть. Есть в ресурсной спецификации на одном этапе трудоемкость на 100 штук, а на другого нужно донести на 30 штук. Вот смотрите, там вебинар на эту тему у нас уже был, значит, вот тут мы указываем одну штуку, можем указать тысячу штук, неважно. Потом выпустить 30, но, значит, у нас, а сейчас это здесь уже, значит, запуск идет в произвольном количестве. Вот если мы поставим кратно тысячу штук, вот мы будем кратно тысячу штук выпускать. В произвольном количестве это значит, что все остальные закладки, они дают норматив. Этот норматив будет пересчитываться при задании производства. То есть, пожалуйста, вот указали тысячу, там выпустили 100, материалы поделены на 10, трудозатраты поделены на 10. Программа будет работать таким образом. Так, ну что, вроде бы на вопросы ответил. Ну, вроде бы на все ответил. Так, ну, если, так, на разных этапах должно быть разное количество, а вот этого не понял. Если у вас норматив на тысячу, если кратно 100, то, значит, вы можете выпускать 100, 200, 300, 400. Если произвольными партиями 5, 8, 10, и так далее. Ну, да, эти, я по-моему ответил, эти часы идут в расчет на лист. Ну, ну, в общем, да. То есть, не, только не один этап, два этапа, а другой этап. Да. То есть, ну, возможно, и такое. То есть, вы запустили там 130, поделили. Да, должны идти часы. Вы отмечаете по штукам, но в расчет идут часы. А что вас смущает, Светлана? Вы задаете производство того количества, которое вам надо. Программа запускает именно это количество в производстве. Если программа по определенному алгоритму делает, делит этапы на, делит один выпуск на несколько этапов, ну, она это делает. Вот. Но если у вас написано произвольными партиями, то все будет пересчитываться вот в эти произвольные партии. 0,08 минут на что штук? Ну, сколько там будет? 8,6. Сколько это будет? Какая доля часа? 8 делить на 60. Ну, 0,13 часа. Ну, точно, да, она будет теряться. Это правда. Точно будет теряться. Но штатно там только часы. Светлана, ну, возможно, я не могу понять вопрос. 0,08 минут, 8,6 часа, это 0,13 часа. То есть вот так вот это и будет отражаться. Вот вам эти 8 минут. А, 0,08 минуты на 100 штук. Ну, да, проблема не совсем уловил просто вот эту вот проблему. Да, 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 да. К сожалению, никак. К сожалению, никак. Тут вот, смотрите. Ну, не рассчитана программа на такую точность. Прошу прощения, я сразу вот это вот не уловил этот нюанс. Не рассчитана программа на такую точность. К сожалению, вот это вот уже через доработку. Либо вам надо будет использовать нормирование на какое-то большое количество. Но если у вас будет нормироваться большое количество и при этом идти малый выпуск, у вас, естественно, будет вот эта вот трудозатрата как-то выпадать. Увы, ну, параметризация параметризации, но формат данных-то никто не отменял. Там не два знака, простите, наврал там три, но все равно там уже округление пойдет. Если у вас уходят какие-то мелкие значения, программа их просто будет срезать. Вот и все. Либо уже при задании формулы надо при мелком значении округлять там, ну, до какого-то минимального в верхнюю сторону. Это все. К сожалению, да, такая проблема существует. Она существует, кстати говоря, и в расходе материалов. С этим я тоже сталкивался. Ну, вот, единственный способ лечения – это игра с единицами измерения. Либо вы нормируете на большое количество, либо уменьшаете единицу измерения. Но тут ее не уменьшишь. Тут она там как бы вписана, что это час. Вот. Увы. Не собираются. Насколько я знаю, не собираются. То, что проблема есть, да, это проблема есть. Другой вопрос, ну, насколько разумно фиксировать там секунды. Ну, вероятно, где-то да, это критичный момент. Тут как бы с потребностями не поспоришь. Ну, расстанки – да. Можете. Это вот как раз та самая игра с единицами измерения. Вот вам эти копейки. Все. Ну, у меня в рублях. А, вы имеете в виду, чтобы десятые доли копеек? Нет. Рубль там привязан очень жестоко. Значит, единственное, что можно поиграть, но это вы так измените всю систему, что я бы не рекомендовал это делать. Создайте там производную валюту копейка. Ну, вот. Справочники валюты. Если это будет валюта, так, а вот тут валюта, ну, вот она не меняется, к сожалению. То есть, здесь только если попробовать поменять валюту вот здесь, да, вот здесь вот поставить не рубли, а копейки, вот, но это приведет к очень большим последствиям, да, я бы не советовал так играть. Опасно. Очень опасно. И, ну, либо уже идти на то, чтобы увеличить количество знаков после запятой. Но тут свои будут проблемы, это уже доработка. Так, ну, если больше вопросов нету, еще кому-то не ответил. Ну, пример со штуками, что вы имеете в виду? Ну, показать пример я не смогу сейчас уже настроить работу, то есть прокрутить весь пример. То есть, вы просто ставите вот здесь вот, давайте я вернусь. Вы вот здесь вот ставите тысячу штук, и в этом случае трудозатраты, вот эти вот полчаса, они будут не на одну штуку, а на тысячу штук. Соответственно, если мы зададим в заказе на производство 10, то эту полчаса поделится на 100. Ну, вот, как я уже сказал, в этом случае там 0 может получиться. Так, ну что, все, у нас время к концу подходит. Спасибо за внимание. Приходите еще. Продолжение следует... Продолжение следует...